это видео о том как топить шоколад на водяной бане буквально 5 минут и вы сможете также погнали у меня здесь 10 килограмм отборного итальянского шоколада 54 процента давайте сейчас скроем и посмотрим что у нас внутри что-то не получилось первого раза открываем нашу коробочку здесь вот такой пакетик сейчас мы его срежем уберем лука смотрите офигенно да мне напоминает кофе вот он наш шоколад в гранулах в дисках называйте как хотите звук послушайте какой для того чтобы растопить шоколад дома банда потребуется миска у меня такая можете взять любую либо другую кастрюльку можете взять какую-то суть в чем у меня есть кастрюлька и сверху на нее я поставлю миску то есть у вас что-то похожее эта конструкция должна быть берите сверху можете стекло поставить либо железо какое-то снизу обязательно кастрюлька что делаем дальше дальше мы сюда нальем воды буквально там знатам три сантиметра там четыре хватит воды литр там на сверху поставим миску и все на комфорку поставим далее насыпем шоколад он у нас будет равномерно плавится сам шоколад не забывайте перемешивать чтобы он не подгорел у вас такие нюансы есть в шоколаде что миска и ложка чем вы мешаете обязательно должны быть сухими если у вас будет мокрая миска или мокрая ложка у вас это все такими комочками будет я вам даже наверно покажу если мокрая ложка залезть в шоколад который вы только что растопили что из этого получится а прямо сейчас я уже слюни глотаю давайте перенесемся на там где будем шоколад плавить поехали берем с вами кастрюлю и наливаем в нее воду комфорочку я включил на двоечку и ставлю сверху миску миска обязательно должна быть сухая обязательно и насыпаю шоколад все это будет достаточно чтобы перемешать я возьму ложку сейчас я буду помешивать ложечкой кстати топить можно любой шоколад вот смотрите видите он меня уже подтаял немножко я его ложечкой аккуратно перемешиваю видите что с ним происходит шоколад на самом деле он офигенный вот этот какой у него цвет становится видите вот это шоколад по поводу шоколады когда я насыпал он с таким налетом был таким беленьким нет ничего страшного в этом перепады температур тем более шоколад на складах лежит пока доедет то зимой то летом он едет всегда в разные погоды ну соответственно у него до появляется такой налет все шоколад видите почти готов у нас вот последние гранулы у меня здесь топится все буквально пять минут и шоколад у вас готов сейчас они проведем эксперимент я шоколад ну где-то большую часть уберу отсюда что весь шоколад не портить и покажу что будет если мокрой ложкой сюда залезть буквально минутку ну вот смотрите убрал лишний шоколад а вот у меня его в принципе тут две столовые ложки осталось что будет если у нас шоколад попадет буквально капелька воды ну вот мне тут капелька воды видели кушал до этого был и давайте просто воду добавляю вот вода в шоколаде ну смотрите я перемешиваю 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 и что вот смотрите у нас шоколад загустился все все видите все ну что ну что с ним делать теперь вот чем больше мешают тем превращаются просто в комок сейчас мне кажется я вообще миску от мою вот это попала чайная ложка даже чуть 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 меньше ну пол чайной ложки воды то есть обязательно обязательно чтобы вас и миска и ложка всегда были сухими чтобы у вас был отличный жидкий шоколад все чтобы у вас был отличный шоколад они вот это какаха обязательно следите чтобы у вас все было сухо обязательно сухо не включаете чтобы вас там кипело положили шоколад и аккуратненько перемешивайте ложечкой все после чего вы можете на самом деле шоколад слить на фольгу и убрать в холодильник все у вас шоколад там замерзнет можете шоколадку любую сделать может быть когда нибудь мы дойдем до того что мы будем конфеты делать конфеты это просто ребята офигенные темы на вкус хороший вопрос и давайте я попробую эту штуку если кто не слышал человек за камерой спросил влияет ли это на вкус я попробовал и ну я могу сказать что ну вот на на саму сладость шоколада особо не влияет но консистенция которую вы будете есть ну влияет конечно ну вот такие штуки конечно не очень прикольно есть мне кажется короче кому-ка я особо такой громадной разницы не заметил то есть в принципе как был шоколад так он остался только немножко форма поменялась короче вы меня поняли смотрите чтобы у вас все было сухо как с ними ролик про шоколадки про конфетки обязательно выложим подписывайтесь смотрите пока